Всем привет, добро пожаловать на YouTube канал Вулл Хоккей. В этом видео мы посмотрим матч-четверфинала Олимпиады 2006 года в Турине между сборными России и Канады. Олимпиада в Турине стала первым крупным и знаковым турниром для уже нынешних признанных легенд российского хоккея Александра Овечкина и Евгения Малкина. Во многом поэтому большинство российских болельщиков хорошо отложился в памяти тот февральский турнир в Турине, где у российской команды собрался отличный состав, сплав молодости и опыта, но, к сожалению, данные игры не увенчались успехом для сборной России. Турнир в Турине выпал на 50-летие дебюта хоккейной сборной СССР на Олимпиадах. В 1956 году 23-й чемпионат мира прошел в рамках зимних игр в итальянском городе Cortina de Campesso. Тогда СССР завоевал золото и прервал гегемонию Канады. В решающем матче все Влад Бобров и его партнеры победили 2-0, причем за североамериканцев выступал отец Мартина Брадо Деннис. Каковы были шансы, что все повторится ровно через 50 лет в той же стране и с тем же счетом? Итак, дорогие друзья, Турино и Спациони. В прекрасный зимний вечер, как разбуженный муравейник трибуны этого дворца спорта. И трибуны зашлись сейчас в едином крики «Россия! Россия!» Потому что наша сборная первой появилась на льду. Ждем появления на площадке их сегодняшних соперников сборной Канады. Думаю, что крики и вопли будут точно такие же канадцев, не меньше, чем наших болельщиков. Очень много сегодня здесь присутствует великих советских спортсменов, российских, выдающихся мастеров. Вот внизу под нами Валерий Борзов и Людмила Турищева. Вячеслав Старшинов и Станислав Петухов. Виталий Давыдов и Александр Мальцев. Александр Якушев и Владимир Шадрин. И я с большим удовольствием представляю вам еще одного олимпийского чемпиона, который сегодня вместе со мной будет комментировать эту встречу. Заслуженный мастер спорта Александр Пашков. Добрый вечер. Александр Стантинович, добрый вечер. Ну и, наверное, что говорят ветераны? Ветераны сейчас находятся в состоянии, знаете, такой боевой готовности. Они вспоминают себя, как они в решающие мгновение олимпийских игр готовились к матчу, какие средства они выбирали для борьбы, какое мастерство требовалось для того, чтобы добыть победу в олимпийском турнире. Безусловно, сегодня матч огромного значения. Матч, история которого началась еще в далекие 50-е годы. В 56-м году наша команда впервые скрестила клюшки с канадцами на олимпийских играх. Здесь же, в Италии, картина Дампеца. И победила. И победила. Я думаю, что матч будет интересен со всех точек зрения. И как сегодняшняя игра олимпийского турнира, и вообще как продолжение исторического противостояния наших двух хоккейных держав. И пусть кто-то говорит о том, что сборная команды, сборная команда Канады на этом турнире в предварительной части потерпела два поражения, что наша сборная проиграла словакам, не очень убедительно выглядела против Казахстана. И во вчерашнем матче, что называется, до последнего мы, сжав кулаки, сидели и не знали, чем закончится эта встреча, пока Алексей Ковалев точно не поразил цель. Об этом надо забыть. Начинается время вылета. Да, сейчас небольшая пауза. Наша команда на синей линии своей зоны. Канадцы у своей лавочки. Небольшая пауза. Ну, пока идет представление сборной Канады. Я представлю вам, дорогие друзья, арбитра сегодняшнего матча Денис Ларю. И ему помогают Юаким Карлсон, Швеция, и Энтони Сериколо, США. Ну, и Денис Ларю тоже американский арбитр. И начнем с составов. Состав сборной команды Канады. Мартин Брадо в воротах. На нем остановил свой выбор Пэт Куин. Перетасовал он, как происходит это после каждого матча сочетания звеньев. И я сейчас даже затрудняюсь сравнивать каким-то образом нынешний вариант сборной Канады с предыдущими. Первая пятерка. В защите шестой Рэдден, Фут 52. Нэш 61, Торнтон 97, Бертутси 14. Вторая пятерка. 44-й Пронгер, третий Баумистер. 21-й Ганье, 91-й Сакик, 12-й Игинла. Похоже на то, что Пэт Куин вот своих сильнейших игроков поставил во вторую пятерку, чтобы разменять их с нашей первой пятеркой. Может быть, такое? Вполне вероятно. Пэт Куин вчера присутствовал на матче нашей команды с американцами. Сидел в соседней ложе и очень внимательно наблюдал за игрой. Делал записи. И в конце матча перекинулся несколькими словами с менеджером нашей сборной Павлом Буре. Ну, знать бы, о чем они говорили, было бы совсем хорошо. Пока Владимир Крикунов на ваших экранах. Борис Михайлов, Владимир Юрзинов. Ну и вот он, Пэт Куин. Третья пятерка. Регер 28-й, Блейк 4-й, Дрейпер 33-й, Ричард 39-й, Хитли 15-й. И четвертое. Один защитник здесь номинальный Брайан Макбейн. Маккейб, мы об этом говорили. Шейн Дуан 9-й, Райан Смит 94-й, Винсан Ле Кавалье 40-й, Мартин Сент-Луис 26-й. И вот под скандирование «Россия, Россия» представляю вам состав нашей команды. В воротах Евгений Набоков. 29-й Даниил Марков, 52-й Андрей Марков. 27-й капитан нашей команды Алексей Ковалев. Павел Дацук 13-й, Илья Ковальчук 71-й. Антон Волченков 6-й, Федор Тютин 51-й, Виктор Козлов 25-й, Алексей Яшин 79-й, Александр Овечкин 8-й. Это вторая пятерка. Третья. Сергей Гончар 55-й, Дариус Каспарайтис 11-й, Максим Сушинский 13-й, Евгений Малкин 18-й, Александр Харитонов 21-й. Четвертая пятерка. Сергей Жуков 4-й, Виталий Вишневский 5-й, Максим Афиногенов 61-й, Андрей Таратухин 22-й и Александр Королюк 94-й. Ну и все, внимание на лед. Джером Игинла с шайбой вошел в зону. Не получился у него бросок, хорошо его блокировали. Блокировал Марков. Ковалев. Вперед капитан. Передача. Ах-ха-ха. Не совсем удачный пас назад. Канадцы начали матч в излюбленной манере силового давления. Даже с примесью некоторой грубости. Судья, к сожалению, пропустил. Один очень, очень спорный момент. В приеме шайб. Вот как раз посмотрите. Да, вот этот момент. Очень спорный момент. Гоня и Игинла. Да, здесь вполне пахло удалением. Но, тем не менее, судья всегда прав. Матч продолжается. Канадцы оказывают давление на нашу оборону. Это совершенно ясно. Попытка добиться результата, сломать игру в самом начале. Да, я не видел на этом турнире ни разу, чтобы канадцы так резво начинали. И, уповая в основном на индивидуально сильную сторону своей игры. Хорошая атака. Сушинский добивал. Хорошая атака. Так, смена составов наша раскатывается. Канадцы не идут глубоко. Только одним игроком приходится защитнику нашему подключаться. И проброс. Проброс в зону. Гончар хорошо. Малкин. Малкин несколько неуверенно, неуверенно пошел. Уступил шайбу. Канадцы контратакуют. Тоже ошибаются. Очевидно. Очевидно волнение Григорий. И у Малкина есть, по-моему, оперативный простор. Прекрасный кистевой бросок. А-ля Александр Мальцев наносил Евгений Малкин. Из-под защитника. И в дальний угол низом. Да, там сзади катился Яшин. Мог бы помочь. Но Овечкин посчитал правильным сделать бросок. И, пожалуй, был прав. Наш аккуратно строит оборону. Тот Бертуци. Вышла шайба. Хороший подарок. Шайба с олимпийской символикой. Смена составов. По 35 секунд проводят команды. Очень быстро. Ну, давайте скажем о том, что у канадцев, ну, скажем, не совсем полный комплект. 7 защитников и 13 форвардов. Да, но это характерно для игры канадские команды. Они всегда, ну, не всегда, а частенько предпочитают иметь одного лишнего нападающего. Да, и, кстати говоря, мы обращали внимание в предыдущих матчах, что Пэт Куин ни разу, ни два, когда его команда имела численное большинство, выпуская вот этот экспериментальный состав. Или Шейна Дуана выпускал. Или Мартина Сент-Луиса. Ле Кавалье. Взаимные атаки, взаимные атаки, но пока настоящих голевых моментов не возникает, пожалуй, за исключением броска Овечкина. Аккуратно раскатывается. Канадцы, так, пожалуй, было вне игры, но судья здесь. И что, а сейчас? Здесь была Реана. Сейчас американский арбитр удаляет нашего. Максима Афиногенова. Вот давайте посмотрим. Да, зацеп был. Был зацеп, несомненно. Да, Афиногенов не просто зацепил, он дождался, пока американец упадет. Совершенно очевидный был зацеп, задержка. И наша команда остается вчетвером. Это очень опасно. Очень опасно в начале матча, когда еще не все готовы, не все еще до конца вошли в игру. Очень опасно иметь на одного игрока меньше. Пробросили нашу шайбу. Доходит она до Бродо. Ковалев тут в чужой зоне. Выполняет функции челнока от одного игрока к другому. А теперь пытается встретить на синей линии. Дают войти, прострел. Джо Сакик делал передачу. Хорошо Алексей Ковалев применяет силовой прием. Вот Ричардс сейчас вышел в качестве второго защитника. То, о чем мы с вами говорили. Вот 39-й номер. Брэд Ричардс. Да, канадцы здесь некоторые нюансы добавляют в свою тактику. Но дальний бросок. Он очень, знаете, на очень неудобной высоте для Набокова. Евгений вполне справляется. Кстати, он провел здесь матчи очень достойно. И от игре к игре прибавлял. И вот вчера даже удостоился чести отдохнуть немного. Второй и третий период матча с американцами. Ну и Максим Соколов, надо сказать, вчера не подкачал. По крайней мере, тащил практически все. Ни в одной из пропущенных шайб, наверное, его упрекнуть нельзя. Да, да, заканчивая разговор о вчерашней игре, конечно, Соколов вчера много сделал для победы нашей команды. Каспарайтис, умничка. Гончар, здорово. Пока спокойно отбиваемся. Самое главное сейчас, оборона должна быть сбалансирована. Не должно быть разрывов между нападающими и защитниками. Вот одним игроком Козлов. Козлов возвращается. Мы все четвером компактно обороняемся. Волченков не совсем удачно выбросил шайбу. Да, неудачно выбрасывает. Выбрасывает еще раз, пропускает шайбу. Набоков включается в игру и предоставляет Волченкову третью попытку, которая оказывается хорошей. А там уже Харитонов помог. Роб Блейк. Да, наши опять меняются. Пара защитников новых. Вышли у нас сейчас Жуков и Вишневский. Последние секунды для удаленного. Но вот здесь не прозевать, не прозевать. Поаккуратней. Очень жестко канадцы подбирают. Подбирают. Набрасывают опять попытка добить. И что, вновь удаление? Канадцы на этот раз. Канадец апеллирует. Апеллирует к судье. Райан Смит подъехал. Тем не менее удаляется наш игрок. Удаляется наш игрок Сергей Жуков. Прямо скажем, судья начинает играть роль в сегодняшнем матче. Так, ну прихватывал Жуков. Но Жуков в данном случае, ну не знаю. Молодец, Набоков. Прекрасно сейчас. Судья опять направляется к месту для удаленных. И теперь канадцы. Симон Ганье. Да, опасная игра высоко поднятой клюшкой. Да, вот мы видим момент. И Андрей Марков оказался на льду. Судья делает предупреждение канадским игрокам. Подъезжает к тренеру. Что-то выговаривает и возвращается на место вбрасывания. Сосредоточенный взгляд наших ребят. Совершенно очевидно, что напряжение велико у игроков. Пока еще не преодолена вот эта вот начальная стартовая скованность. Вы понимаете, на протяжении Ковальчук. И сейчас здорово играет Брадо. Немножко Ковальчук затянул с броском. Защитник все-таки успел блокировать. Не такой силы получился бросок. И поэтому так эффектно выглядел Брадо. Вы знаете, Александр Константинович, мне кажется, что на протяжении последних лет столько у нас идет споров о том, на какой основе должна формироваться сборная. У нас такой занозой сидит в сердце 2000-й год. Чемпионат мира в Санкт-Петербурге. Что многие, наверное, в стране до сих пор с трудом верят в то, что профессионалы способны играть за Россию так, как играют те, кто выступает в нашем чемпионате. И поэтому я уверен в том, что сегодня наша команда вышла с одной целью. Доказать свою не просто состоятельность, а доказать то, что они и игроки классные, и настоящие патриоты своей страны. Да, совершенно очевидно, что состав наш как никогда, никогда имеет своим процентом хотя бы отношение солидную долю игроков российского чемпионата. Мы с вами считали перед началом этой встречи, в составе сборной Чехии, один игрок, который играет в чемпионате Чехии, Книльичка из Либереца, и наш Душин Салфицкий из Воскресенского химика, из подмосковного химика. Значит, в составе сборной Финляндии один вратарь Бэкстрим из Кярпита. У шведов никого, у финнов, я уже сказал, у словаков никого. И семеро игроков основного состава в сборной России выступают в нашем чемпионате. Это при том, что еще в запасе находится Денис Куляш и... А, и Дмитрий Быков, прошу прощения. Ну, вернемся на поле. Канадцы вчетвером. Наши также. Четыре полевых игрока. Вот Евгений перехватывает. Овечкин. Шайбу делает хороший пас. Овечкин входит в зону. Надо... Нет, все делать импульсально. И сам, в какой момент! Очень хороший бросок. И на добивании великолепен был Яшин, но не менее великолепно сыграл Мартин Брадо. Канадцы не жалеют. С дальних дистанций, с дальних дистанций пытаются пробить. Да, Набокова совершенно очевидно. Такая, знаете, психологическая атака врата. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Внимание! Нашим, пожалуй, немножко не хватает жесткости при обороне. Попытка все-таки отобрать шайбу без физического столкновения. Смотрите, попытка только клюшкой сыграть. Я думаю, что сейчас нужно, пожалуй, дать канадцам понять, что... Молодец, Королюк! Своих ворот нельзя это делать. Королюк прекрасно знает, как играть против канадцев. Знаете, неугомонный совершенно Овечкин. Третий момент подряд. Сейчас не очень получился бросок, но все-таки сколько усилий тратит молодой парень на попытку взять ворота. Но, знаете, если канадцы действуют в своей такой классической манере, устрашение, вошел в зону и тут же бросил, вошел и вновь бросил, пронгер удаляется, появляется у нас неплохой шанс. Но наши более, скажем так, командную игру демонстрируют. Но это в крови должно быть у тех, кто имеет хоть какое-то отношение к советской, к российской школе хоккея. Вы знаете, да, Григорий, конечно, существует вот такая, знаете, несколько, ну, естественная, естественная вот такая подмена стиля нашими игроками. Они участвуют в северо-американском чемпионате и, конечно, многое переняли из игры, вот, в частности, и канадских, и американских команд. И вот этот вот возврат к нашей манере игры, к нашей манере игры, которая приносила успех в матче к канадцам, главный вопрос для сборной России. Датсук хорошо перевел шайбу на Ковальчука. Того Блейк пытается обыграть. Ковальчук шайбу не теряет. Хорошо держит. Ковалев. Держит. Гончар. Вновь Ковалев. Но Гончару, Гончару нужно встать поудобнее. Только тогда это не его точка с угла. Вот нельзя давать одному игроку столько держать шайбу канадцев. Смотрите. Дали войти. Он по-прежнему держит. Он делает бросок. Это Шейн Дуан. Да, совершенно необходимо усилить игру. Усилить отбор. Малкин. Хорошо. Малкин вошел. И вышла шайба. Тютин. Бросок. Бродо. Бродо на месте. И Сушинский там истребителем уже атаковал на пятачке. На случай добивания. Вот смотрите. Хороший кистевой бросок Тютина. Ну, пространство было свободное. Вот мы видим с вами. Видел, видел момент. Зона была открыта перед Мартином Бродо. Федор Тютин на ваших экранах. Да, Сушинский, Малкин, Харитонов. Тютин Гончар. И 30 секунд. И пятерка Ричардса. Ричардс, Дрейпер, Хитли. Не пятерка, естественно, четверка. Так. Да, нам не хватает еще одного игрока перед Бродо. Слишком мало одного Малкина перед воротами было. Братарю такого класса нужно создать. Создать неудобную, неудобную ситуацию. Двадцать шесть секунд остается у нашей команды. Малкин на точке вбрасывания против Криса Дрейпера. Да, судья почему-то там берет функции на себя, да, мастера по заливке льда. Но вот, наконец, он готов к вбрасыванию. Опытный Дрейпер выиграл в вбрасывании. Малкин, Сушинский. Малкин, Сушинский входит в последние секунды численного преимущества. Стучит, стучит Евгений Набоков, предупреждая о том, что сейчас выйдет пятый игрок. Тютин. Пронгер против него, вышедший только что со скамеечки штрафников. Поехал Пронгер меняться. Тютин затянул, затянул немного с передачей. Да, неудачный пас не хватило точности. Но вот Козлов скользит по порту в зону канадцев. Передерживает, уже немножко передерживает. Нашел, тем не менее, передачи Овечкина. Не без помощи канадца, вот что творит Овечкин. Вы посмотрите. Овечкин, первый период, наверное. Словно фехтует клюшкой. Да, начал самым лучшим, самым лучшим образом. Очень активен. Проброс. Ну что, 11 минут, да? Вот, пожалуй, эти удаления, которые произошли, они несколько так успокоили игроков. Начало было очень бурным. Даже в какой-то степени силовым за стороны канадцев. Но вот сейчас игра вошла в русло такого соревнования, настоящего соревнования. Да, вот Овечкин. Посмотрите, как он тут действует великолепно. Тот Бертуцци был на ваших экранах. Джо Торнтон выиграл вбрасывание. Не дают, не дают нашим выйти шайбе из зоны вот только сейчас. Нет, нормально. Бертуцци может вставать. Ничего тут не было. Баумистер играет с Пронгером. Пришла шайба в нашу зону. Набоков молодец. Удаление. Все правильно. Рик Нэш сейчас отправится на скамейку штрафников. Не выдержали первую обладателя Кубка Стэнли. Я вам уже говорил, Григорий, что явное давление на Набокова оказывается. Всеми способами. Вот этот прием, который применил Нэш, смотрите. Вот вроде бы случайно он это сделал. На самом деле сделано все вполне профессионально. Подножка в чистом виде. А самая главная попытка вывести из строя вратаря. Вратаря, который, пожалуй, у нас является основой нашей обороны. Ждет Павел Дацук. Кто же придет к нему на рандеву? Приходит Крис Дрейпер. Судья второй раз выясняет что-то с главным тренером канадской команды. Ну, теперь и к нашим подъезжает. Да, что-то добавляет и нашим руководителям. Ну, вот вбрасывание. Вновь Дрейпер лучше выглядит на точке вбрасывания. Дацук. Ковальчук. Набрал скорость реактивный Ковальчук. Пошел сразу на четверых игроков. Привлек их внимание. Отвлек на себя. Вот это опасно. Коварный бросок Дрейпера. Нельзя так невнимательно действовать в чужой зоне. Марков. Ковальчук. Подключает Ковалева. Не дают, не дают канадцы выйти от борта. Спокойно. Вот сейчас только, по-моему, Алексей Ковалев, Павел Дацук. Вновь Ковалев. Ну, вот, наконец, подключаются защитники. Ковалев может отсюда бросать бросок ноги к канадцу. Дацук подобрал. Держит. Набрасывает. Но здесь Бродо-Бродо демонстрирует мастерскую игру. Поймал и добился вбрасывания. Робин Реггер там активно играл на пятачке. Спасая свою команду. Собственно, в него и пришла эта шайба после броска Ковалева. Блейк и Реггер сейчас защищались. И вновь Дрейпер. Не уходит, что ли, со льда? Да, они обороняются, наверное. Да, бригада оборона. Господи. Не так уж много игроков, наверное, да, которые умеют так 100% Бригада защиты, скажем. Тютин. Еще бросок неудачный. Малкин. Не дотягивается Саша Овечкин до этой шайбы. Дуан. Но Дуан не будет ничего изобретать. Гончар. Канадцы уходят глубоко, глубоко обороняются. Сушинский бросил шайбу в зону. Так. Задержал Максим Сушинский ее. Падает Малкин, но наше побыстрее сейчас выглядит. Но уже вышел, уже вышел пятый канадец. Да, Гончар выходил из зоны и дотягивался до шайбы. Тяжело ему было ее остановить. Да, противоход так называемый получился. Он вроде бы готов был подобрать шайбу, но уже инерция вытащила его из зоны. Козлов досматривает партнера. На Яшина делал передачу. Ганье, Сакик. Вне игры, вне игры. Видимо, не судят сегодня вне игры. Да вот я уже вижу второй раз такая ошибка. И Гинлу хорошо сейчас закрыл своим телом Волченков. Харитонов. И сам отнимаешь? Нет. Не удалось отнять шайбу. Слишком тонко играл Бродо. Слишком тонко, но где тонко, там и рвется. Козлов. Нужен вход и бросок. Правильно, правильно. Александр Королюк. Вишневский, Жуков. Ну, сейчас неплохое катание. Наконец-то, кажется, вошли в ритм игры. Постепенно уходит в волнение. Канадцы с шайбой. Хотелось бы, хотелось бы больше жесткости. Жесткости. Опять судья поднимает руку. Очевидно, очевидно. У Денис Канадцы держат. Меняют вратаря. У них шестой полевой игрок. Они держат шайбу в шестером против пятерых наших. Попробую остановить этого громилу Торнтона. Добиваются бросок. Ну все, уже можно свистеть. Теперь посмотрим, что это было за удаление. Держал на пятачке. Вот Таратухин делает зацеп. Мы видим сейчас. Да. Андрей Таратухин. Ну еще тут плюс. Мало того, он еще и потом опекал его слишком активно. С руками, с задержкой руками. Ну и придется списать это на недостаток опыта. Сент-Луиз. Ричардс. Нельзя удаляться. Кавалье хорошо играет. Нельзя удаляться с канадцами. Нельзя при счете 0-0. Надо держаться во что бы то ни стало. Не допускать удалений. А сейчас только мужество игроков может нас выручить. И вот мужественно Павел Дацук сыграл в этой ситуации. Ковалев. Хорошо делает проброс Ковалев. Тактически быстро пытаются смениться. Навес в штрафную, если бы это был футбол. Вот сейчас Малкин с Сюшинским. Малкин превращается в основного игрока нашей команды на этом турнире. И вот сейчас немалый процент на долю Малкина приходится. То, что вот он так ударил по клюшке. И передача канадца была неточна. Да, Малкин успевает везде. Маккейб вошел в зону. Отличный силовой прием применяет Дариус Каспарайдис. Да, что-то случилось. Лежит на льду. Одно слово привидение. Симону Ганье тут досталось. Да, что-то там неудачно, скорее всего, упал. Потому что он не поднимается. Каспер продолжает подтверждать свою репутацию. Вот смотрим момент. Вот она. Неудачно падает, конечно. Во-первых, удар в живот, конечно, это могло послужить. Но ничего, Каспарайдис, никакого нарушения. Классический прием. Классический прием. Да, ну, видимо, сбито дыхание. И плюс ушиб, конечно, спины. Он когда падал, ударился. Ну, что ж, канадцы придумали эту игру. Надо терпеть. А я сколько раз уже, да и мы с вами вспоминали, сколько раз, Александр Константинович, когда вот подобного рода силовые приемы проходят. Ну, недаром, наверное, на трибунах появился Виталий Семенович Давыдов. Да, да, да. Феноменальный мастер подобного рода камер. Хорошо, вы вспомнили так. Хорошо, вы вспомнили про Виталия Семеновича, который вот такими вещами просто отправлял иногда соперника. За портник, просто в нокаут, за портник. Ну, тогда и бортики были, конечно, не такие. Да, да, тогда было не очень. Не очень. Столько стекла не было вокруг. Да, да, не было такого ограждения, конечно. И вылетали, вылетали. Тем не менее, значит, шайбы выносятся в среднюю зруну, поскольку причиной этого была... Ганье отправляется в раздевалку. Причиной этого была... Причиной остановки игры была травма Ганье. Он покидает поле. Что там? На самом деле это покажет перерыв. Вбрасывание внимания. А вы знаете, я тут вспомнил начало не этого чемпионата, а прошлого чемпионата, когда Венсан Ле Кавалье и Брэд Ричардс прибыли в расположение казанского Акбарса, зашли в раздевалку и с ужасом увидели висящий там свитер с фамилией Каспарайтис. Да, и говорит, какое счастье, что мы играем с ним, оказывается, в одной команде. В одной команде, да? Ну, что же, он заработал это такое отношение к себе. Сакик. Тем не менее, опять мы... Бронгер. Опять, 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 опять. Ну, продолжается, продолжается у нас штрафное время. Продолжаем обороняться, продолжаем обороняться. Хватит ли выдержки вот сейчас Волченкову. Так, вышла шайба. Да, молодец, молодец, Антон Волченков. Меняется Яшин. Выходит Козлов. Последние секунды. Хитли. Вот бросок очень опасно. Молодец с Набоком. Браво наш голкипер. И проброс получился, потому что уже вышел Андрей Таратухин. Да, вы знаете, наша команда, в абсолютном большинстве, все игроки демонстрируют мужество. Но шайба все-таки доходит до Набокова. И Набоков раз за разом, раз за разом выручает своих товарищей. Многовато удалений, конечно. Многовато. Это отнимает силы. Да и травматизм. Ну а сейчас что? Не цеплял разве канадец? Вот, входит. Неудобно бросать. Но все-таки пытается вывести под удобную руку. Не получился бросок. Неплохо двигаются. Но вот такие вот ошибки, да. Жруков, жруков, внимательно. Могут смазать все. Тормтон. Хорошее катание. Вот в конце первого периода закатались очень неплохо. Максим Афиногенов влетел в зону, как это он обычно делает. Хорошо. Тормознул, отдал. И вот бросок. Ну, пожалуй, лишний пас. Бросок Маркову с острейшего угла. Дацук выполнял бросок. Момент! Так, реальная, реальная голевая позиция. Королюк. Да, Марков мог забивать. Быстрее, быстрее к шайбе развернуться и партнеру. Скорее партнеру мимо накатывающего канадца. Немножко затягивает канадца, выстраивается. Но только одним игроком они здесь вот пытаются помешать. Только одним игроком. Остальные четыре в средней зоне. Боятся. Нет проброса. Регер. Дрейпер. Опасно. Баумистер. Очень опасно. Хорошо. Молодец, Баумистер. Ковальчук идет. Сейчас будет уходить влево, влево, влево. Потом в центр и бросок. Не получается. И все-таки успевает подставить клюшку Брадо. Ковалев. Ну, 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 побольше, побольше туда-туда. Все-таки канадцы выбрасывают шайбу буквально к себе на лавочку для запасных. Сейчас канадцы будут искать столкновение с Каспарайтисом. Но этот спуску не даст. Нам Алексея Ковалева показывают. Самое главное, да, в этой ситуации не дробно к нашим. Вот бросал Ковалев. Попытка добить. Очень хороший ракурс сверху. Смотрите, Брадо положил клюшку. Шайба отошла. Ну, а здесь она уже в воздух просто взмыла. Хорошо. Наши хорошо заканчивают первый период. Очень важно вот эта вот атака психологически. Уйти на перерыв после хорошей атаки. 10 секунд меньше уже. Канадцы, видимо, не будут рисковать. Поддержат шайбу в своей зоне. Да, они не рискуют, они побаиваются. Ну, все, дорогие друзья. Первый период закончился. Дариус Каспарайтис. С чувством исполненного долга. Самый яркий эпизод. То есть участник самого яркого эпизода в этом матче. Симон Аганье. Не знаю, надолго ли, но из строя он вывел. Причем абсолютно чисто. Да, двухминутное удаление. У канадцев за что? Вот, видимо, по поводу этого и был спор. Бросок Ковальчука. Попытка добить. Настырный дрейпер лезет в чужую зону в меньшинстве. Он так и в первом периоде действовал. Да, в целом матч, ну, надо признать, проходит корректно. Корректно вот до текущего момента. Но, видимо, команда знает цену удалением. Знает, чем это может кончиться. Шайба вылетела из игры. И вот с той самой точки, откуда был нанесен этот бросок опасно. Канадцы сейчас в меньшинстве атаковали. Вот наши потихонечку разворачиваются. Начинают атаку. Гончарно до Цука. До Цук. С правой стороны бросок. Ковалев. Ну, вот здесь Ковальчук обычно что-то замышляет. Но не точный пас. Замыслил неплохо, но там Райан Смит прервал эту атаку. Ниточку перегрыз одним движением. Ковальчук. Да, пытается поправить дело Ковальчук. Проходит сам среднюю зону. И хорошо это у него получается. Пора отдавать, пора. Но, к сожалению, опять в борьбу. В борьбу. Удержит. Марков удержал. Козлов. Ковальчук. Передача. Не готов был до Цук. Но надо расположиться сейчас поспокойнее в зоне. Гол! Нет! Господи, мне показалось... Сетка. Сетка. Трогнула сетка от клюшки вратаря. И такое полное впечатление, что это шайба влечет в угол. Простите меня, дорогие друзья. Мы тоже люди, да, Григорий? Мы тоже люди. Козлов. Хорошо вошли. Так, Козлов держит, высматривает. Не совсем точно. Тютин. Долго-долго. Набрасывают. Подобрали. Добивание мимо. Канадцы выбрасывают. И удачно подбирает нападающий. Это как раз тот Бертуцци, выскочивший со скамейки уже. Жером и Гинлан. Равные составы. Канадцы сразу устремляются вперед двумя игроками. Забрасывают, отдают шайбу и делают смену. Тютин подбирает шайбу. Смотрит, где партнеры. И вот тут Смит затрудняет ему выход из ложи Грецкий. А Грецкий сейчас в другой ложе. Блоковый матч. Никто не хочет рисковать. Никто. Вообще, конечно... Вот вышел Симон Ганье. Ну, не так все страшно оказалось. Ну, канадцев... И Каспарайкисов сразу подоблюдаем. Не принято уходить с поля. Их можно только выносить. Вот это Ганье и продемонстрировал. Харитонов. Ходит, проскочил. В упор бросок прямо в Бродо. Удаление Бродо. Нет, удаление Сушинского. Бродо упал. Единственное, что могут предъявить Сушинскому, это то, что он приезжал через площадь ворот. Или зацепил Мартина Бродо. Вот сейчас посмотрим. Бродо лежит. Сушинского вталкивают туда. И что, вот это удаление? Сушинского буквально втолкнули. Смотрите, вот вталкивают его сюда. Его Смит... Он, естественным образом, сбивает Бродон. И судья квалифицирует это, как умышленное нарушение правилам Сушинским. Молодец, американец. Мы это отмечали уже в самом начале игры. Хорошо, что твоя сборная вылетела с этого турнира. Ричардс. Молодец, Жуков. Жестче, жестче нужно. Жестче вести отбор. Очень, очень хорошо Кананец немножечко ошибся. Успел наш подскочить. Опять сейчас перевод. Ричардс, Блейк. Ли Кавалье. Неплохо обороняются. Уложили тут Канадца. А вот сейчас, в такой ситуации, когда Сент-Луис налетал на Набокова, не было нарушения правил? Ну вот. Вот давайте посмотрим. Посмотрим. Так. Канадца продолжает атаковать, держит шайбу в нашей зоне. Еще минута. Очень тяжелый, тяжелый отрезок. Бросок Макейба и на месте, на месте Женя Набоков. Много было дискуссий и много было разговоров вокруг наших вратарей. Но вот я не буду сейчас давать каких-то оценок. Тем не менее, но Женька выглядит очень хорошо. Сан-Луис, 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 Сан-Луис! Хорошо, хорошо, стояли! Да, наши строят оборону примерно на пол зоны. Концентрируются вот это, так называемом, ближнем пятачке. И пока удачно, удачно обороняются. И Гинла, и Пронгер отобрали шайбу у Павла Доцука. Но он максимум, максимум... Меняются пара нападающих, выходит Козлов с Яшином. Максимум времени держал эту шайбу. Хитли. Марков против него. Маккейб. Вновь Маккейб. Козлов. Нет. Перевод шайбы на Ягинлу. Последние секунды бросок. Шайба почти попадает в лицо. В грудь, можно сказать, Козлова. Козлов держит. Почему-то отбрасывает ее. Немножечко рано, да, мог бы и подержать. Виктор Шайбу. Удар Каспаратиса. Хорошо там. Хорошо там. Так. Все-таки канадцы сохраняют шайбу. Наши подбирают. Вышла, вышла шайба. И пошла силовая борьба. Против Алексея Яшина. Там Шейдуан применил силовой прием. Да, канадцы активизировались, активизировались и начинают силовое давление. Ну, а Шишинский. Ходить надо самому или бросить. Правильно. Правильно сделал Максим. Натеску своего на Афиногенова играл Бертуци. И Бертуци позволяет этим броском смениться и себе, и партнерам. Волченков, Тютин. Вот перепас, ребята. Проходит среднюю зону. Длинные-длинные руки Максима Афиногенова. Хорошо. Правильно делает сейчас Волченков. Бородо отбивает шайбу. Она уходит в сетку. Выше стекла. И вбрасывание. Вбрасывание в зоне Мартина Бородоа. Да, буквально мы на стадионе в Лужниках. Вы слышите, Григорий, что творится? Ой, не знаю, как насчет Лужников. Но вот где-нибудь в Омске или Магнитогорске или Новокуснецке точно совершенно. Или в Ярославле. Да, каких только флагов здесь не видели. Каких только названий городов нет на трибунах. Тютин. Немножечко передерживает. Но вот взаимные потери. Но там Дрейпер его замучил просто своим прессингом. Да, зря отбрасывает шайбу так. Немножко без адреса так. Волченков. Бросок, бросок. Так, Бородо. Женя подбирает. Малкин идет сейчас за ворота. Такая сейчас реактивная тройка у нас. Да, канадцев хватает только на то, чтобы выбросить шайбу. Представляете себе? Малкин, Афиногенов, Овечкин. Мечта любого тренера. Знаете, мне кажется, наша команда постепенно получает преимущество в скорости. В скорости. Канадцы уступают по строте. Хотя это может быть видно только... Сейчас интересное сочетание у нас. Старатухин, Королюк и Сушинский. Да, Королюк сейчас немножко авантюрно атаковал. И вот из этой авантюры чуть было не получился. Крайне неприятный момент. Ну, собственно, он и получился. Но не дошло дело до красного огня за воротами. Королюк. Идти надо ногами работать. А он пересек красную линию и бросил шайбу в зону. Я думаю, что это ошибка. Наверное, надо было ходить с шайбой вместе. И, наверное, не надо жалеть броду. Побольше бросков. Хорошо. Вот это нужно. Вот это нужно. Были подняты... Разве руки были подняты вверх? Или клюшка? А, нет. А, нет. Ничего не понимаю, что происходит с арбитром. Удаление. Ну, понятно, что удаление. Канадца удаляют. Точно ничего не понимаю с арбитром. Райан Смит. Ну, давайте посмотрим. А, он высоко держал клюшку. Вот в чем дело. Силовой прием-то наш проводил... Проводил верно. Это не этот момент. А Райан Смит стоял с поднятой вверх клюшкой. Ну, ему виднее, наверное, было. Будем так считать. Гончар. Дацук. Ковалев, Ковальчук, Гончар и Марков. Гончар. Да, нам нужен как воздух, как воздух. Хороший розыгрыш. Хотя бы один раз. Ох, какой бросок! И Ковалев подставлял шайбу. Да. Клюшку, прошу прощения. Невидимая, невидимая шайба. Хорошо сходу приложился наш защитник. Вот мы видим героя эпизода. Гончаря. Роб Блейк выбрасывает шайбу. Попала она в лицо сейчас Виктору Козлову. Так, Козлов покидает поле пока наше вчетвером. Но вне игры канадцы на руку нам нарушают правила. Судья останавливает встречу. Брасывание в средней зоне. Козлову направляется врач. Что-то там, видимо, с лицом. Да, рассечение, наверное. Вот мы видим с вами момент. Да, нет, лицо целое. В порядке, очевидно. Горло в горло попало шайба. Да, ниже вот здесь вот, да, грудь. Незачищённое место. Основание шеи. Вот здесь вот что-то, что-то болит. Сушинский. Овечкин. Ох, что делает Овечкин. Ну, вы знаете, это виртуоз. Бросок, бросок. Зачем же передача, Максим? Бросок. Два метра до ближней штанги. Лишняя передача. Та самая осторожность в ходу. Вот, посмотрите. Бросок Овечкин. Подбирает. Вот, смотрите. Подбирает Сушинский. Вот, смотрите. Ещё почти минуту нашим играть в большинстве. И вы знаете, какое сейчас соотношение бросков? Если в первом периоде у нас было 11-7, то сейчас 8-2. А вы знаете, у нас, по всей видимости, просто какая-то ошибка. Вот в той распечатке, которую нам принесли. 11 против 7. Это было в пользу сборной России. Ну, наверное, да. Может быть, не сработало что-то там. Да, вот в распечатке нам принесли. В системе учёта. Да, ошибочный, ошибочный вариант. 11-7. Точнее, нам принесли 7-11. 7-11? Да. Ну, на табло мы видим. На табло, которым фиксируется каждый бросок. 20 секунд преимущество. Сушинский. Надо помочь ему, защитнику. Поцарапывает, не успеет. Немножко не успеет, но подбирает сам. Малкин оставляет шайбу Сушинскому. Молодец, молодец, Малкин. Каритонов. Это его точка. Сушинский. Надо выезжать вот здесь, вот выковыривать там. Так. Ну, всё-таки канадцы корректны, корректны. Надо дать им должное. Дуан там попытался обозначить защитные действия. Но именно обозначил. Вот мы смотрим в хорошее положение. Нет, успел, успел Бродо, конечно. Бродо, но... Райан Смит сейчас уже появится на льду. И так, дорогие друзья, середина матча, 10 минут второго периода. Упорнейшая борьба, счёт не открыт. Канадцы атакуют. Чуть сердце не оторвалось. Королюк. Хороший вброс, успевает наш подобрать. Это Афиногенов. Хорошо ногами работает в обе стороны. Таратухин. Нет, не удалось подработать себе шайбу коньком. Райан Смит. А здесь затеяли смену неудачно. И Блейк покинул позицию. Закрывающего зону. И вышел Пронгер. Да, умышленный... Судья посчитал, что это умышленное положение вне игры. При запросе шайбы. Вот. Да, вот бросок. Да, на боком здесь хороший. Мартин Сент-Луис бросал. Марков. Это Андрей Марков, 52 номер. Даниил, 29. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Внимательно. Ошибка. Грубая ошибка. Хорошо. Дацук успел вернуться в оборону. Бертуции. Нэш. Даниил Марков против него. Дацук. Бертуции. Бьют Дацука. Но Дацук выныривает. И ребята организуют атаку. Ковальчук входит. Нету. Нету положения вне игры. Бросок. Не получается бросок у Дацука. Но Ковальчук вездесущий подхватывает. Не точно, не точно играет. Не рискнули сейчас. Может быть и правильно. Волченков. Особенно вот его действия. Отошел назад. Правильно сделал абсолютно. Лучше один раз опоздать в нападении, да? Да. Вернее, сто раз опоздать в нападении, чем один раз в оборону. Проброс. Вбрасывание в зоне Брадо. Взбрасывание в зоне Брадо. Брадо. Рэден. Это Адам Фут. И Гинла. Припечатывает Тютин и Гинлу к борту. Побыстрее надо действовать. Бьют, не дают вылезти. Побыстрее. Чуть-чуть. Вот еще переднему. Переднему. Пас, пас надо. Просто великое оружие советской сборной. Пас вперед катящемуся. И тогда будет многое получаться. Яшин. Овечкин. С острейшего и опасного угла бросал. Вот Брадо показывает, кто он на самом деле. Сейчас. Сушинский, Малкин, Харитонов. Вернулись наши тренеры к этому сочетанию. Гончар и Каспарайтис. Да. Нашей команде надо выжать. Выжать из себя скорость. Потому что без преимуществ в скорости сделать что-либо с канадцами будет трудно. Харитонов потерял шайбу из виду. Гончар. Хорошо отыграл сюда, под себя. Вот Каспарайтис подает. На ход Харитонову. Проскользнет. Немножечко передерживает. На него сразу же садятся. Верхом отбор. Выскочил. Хитли. Опасная передача на Дрейпера. Хитли. Каспарайтис против него. Хорошо сыграл Дариус. Удаление. Ну, вот сейчас могу канадцу только посочувствовать. В какой-то степени просто не успел убрать клюшку канадец. Ну, как бы то ни было. Тем не менее, подножка. Мы возражать не будем. Вот мы видим, смотрите. Да. Хотел сначала зацепить шайбу, но уж пришлось тут цеплять за ноги. Марков, Андрей, Ковалев. Иди шайба. Непривычно ошибается Ковалев. Свой сбивает Набокова. Достал сейчас нашему вратарю. Нельзя так рисковать. Алексей. Необычно много ошибается сегодня Ковалев. Должен реабилитировать себя в таком случае. Дацук. Марков. Выходит вперед Бородо. Останавливает шайбу. Как здорово сейчас сыграл Даниил Марков. Да, как с очком буквально. Уходящую от него шайбу, как с очком. Просто Паганель в поисках бабочки. Бабочек, да, в подагоне. Ковальчук. Хороший бросок. Бородо выручает канадцев. Дацук навязывает борьбу за шайбу за воротами соперника. Ковалев. Гончар. Довольно уверенно наши расположились. Так держит бросок. Пожалуй, поспешил. Поспешил Ковалев. Ошибка. Падение. Острейшая ситуация. Один против двух. Наш защитник. Выручает Набоков. Добивают. Нет, все, все. Уже блокировали Сакика. Не надо вперед. Что же там произошло? На какую Рытвину напоролся наш защитник? Да, 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 да. Обошлось. В этом эпизоде обошлось. Овечкин. Против него Фут. Да, канадцы. Канадцы. Вы знаете. Я не видел давно таким канадскую команду. Кончар. Козлов. Протолкнул шайбу на Овечкина. И сам при этом блокировал двух игроков. Овечкин. Наброс. Наброс туда. Туда надо. Ну и пытался он набросить. Просто мешал. Активно мешал ему канадский игрок. Наброс. Немножечко наше деликатничаю. Деликатничаю чуть-чуть. Побольше надо простоты. Простоты и силы. Вот мы видим повторы. Вот этот момент. Смотрите. Защитник наш. Расставил в тумане. Выручает Набоков. Но момент не кончается. Шайба не выходит на пятачок. Вот он. Даже смотреть страшно. Нальсян Константинович. Забрал шайбу Набоков. Принимает этот бросок на себя Волченков. Харитонова от шайбы отодвинули. Но в результате получился коридор. Хорошо действует наша молодец. Сушинский. Отлично. Бросай. 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 Почему не бросает Сушинский? Что с ним такое? И от клюшки канадца. От Торнтона. Уходит шайба за пределы площадки. Брасывание в средней зоне. Тот биртузи на ваших экранах. Вот вернусь к Сушинскому. Можно сказать, что лучший враг хорошего. Два или три момента, когда Сушинский мог поразить вороток. Но вместо этого следует пас и потеря. Набоков пропускает шайбу. Канадцы подбирают. Набрасывают. Королюк. Вишневский передача на Таратухина. Таратухин, да, не лучшим образом чувствует себя, очевидно. Но психологически, видно, ему тяжело. Набоков. Набоков не боится вот такие пробросы вдоль своей, за своими воротами делать. Да, привычная игра. Назад, назад. Не дали, не дали сейчас Афиногенову выскочить на ударную позицию. Реден. Канадцев не хватает на две-три атаки подряд. Они делают одну-две и тут же меняются. Видимо, физическое состояние не самое лучшее. Даниил Марков на ваших экранах. Играет с Вишневским. Вложили шайбу. Опять Бродов. Ковальчуку и Бродов вновь на месте. Сакик. Что делает Набоков? Вот это да! Действие вратарей украшают игру, конечно, сегодня. Смотрите, повтор. Не видно, что там происходит. Посмотрите, ну волшебная ловушка просто. Такое впечатление, что она должна быть вот после... В таких ситуациях, ну в два раза больше по площади. Не ловятся такие шайбы. Тем не менее, наверное, что-то там у него зашито. Наверное, что-то притягивает. Жером Идинла оставил шайбу Сакику. А тот оставил ее Андрею Маркову. Ковалев. Твори, выдумывай, пробуй, Алексей Ковалев. Немножко затягивает. Даниил Марков. Попадает. Дацук. К нашему так вылезает Дацук. Бросит. Бросок. Бродов накрывает. И здесь уже канадцы ничего не дадут сделать. Ковалева, баумистер там уронил на лед. Если бы вы видели сейчас, дорогие друзья, не повтор, а то, что творится на трибунах. Российские флаги. Казахстанские, украинские, белорусские. И все скандируют Россия, Россия. Но не флаги, естественно, а те, кто их держит. Удаление. Адам Фуд. Нет, нашего игрока удаляют. Да, овечка. Ну вот, давайте под... Ну, смотрите, что здесь делает Адам Фуд. Высоко поднятой клюшкой, а удаляют Овечкина. Козлов. Ричардс против него. Девятнадцатая минута. Девятнадцатая минута. Полторы минуты, собственно говоря, остается до конца второго периода. Да, и наша команда проведет его в меньшинстве. Канадцы. Ну, это самый хороший вариант. Выцарапывают, да. Чтобы наши провели период до конца в меньшинстве. Блейк. Дуан, Блейк. В коньки. Ляковалье бросал. Нашему защитнику в коньки не удается никак выбросить. Болченков бьет, сам теряет равновесие, падает. Вдвоем пытается отобрать шайбу. Ожесточенная борьба у борта. Канадцы во что бы то ни стало стремятся открыть счет. А здесь Блейк один. Осторожно, внимательно. Яшин мечется между двумя канадцами. Перевод на дальний борт. Там Козлов. Яшин, Яшин подгоняет канадца в угол. Вот так, вот так. Опять шайба отошнапа. 30 секунд. Мощный бросок мимо ворот. Добивание. И вновь на Болков. Слов нет, просто слов нет, что творит наш голкипер. Ожесточенное давление канадцев. Броски сходу. Бросок, шайба уходит выше. Евгений накрывает. Просто Антон Кандидов сегодня в воротах. А может быть нашим кинематографистам после этой Олимпиады надо будет снимать фильм про хоккейного вратаря. Вот смотрите на Боков. Изумительные. Изумительные техники. Да, тяжело, тяжело. Смотрите. Смотрите, молодые ребята. Как им трудно. Молодцы, выбросили шайбу. Проброс. Последние 8-9 секунд. Но сейчас только ошибка может изменить ситуацию. Да, вот они бросают. Бросок отчаяния. Выброс. Все. Закончился. Закончился период. И сборная России вновь первой появляется на льду. Евгений Набоков на ваших экранах. Галкипер сборной России. Вот мы видим панораму всего стадиона. Видите? Свод крыши зала. Ну, вообще надо сказать, что весь этот район, район Лингота, и район пресс-центра, и район так называемого овала Лингота, да и вот этого вот комплекса Эспозициони, это бывшие цеха. И вместо такого компактного проживания рабочих Фиата. Огромная территория завода. Поэтому организаторы Олимпийских игр попытались максимально приспособить под нужды спорта все то, что оказалось ненужным Фиату. Да, и надо признать, что это ему удалось. Вот эти девушки из группы поддержки, по-моему, безостановочно работают на протяжении всех матчей Олимпийского турнира. Стоят в проходах. Развлекают публику как могут. Дарьюс Каспарайкис на ваших экранах. Отвернулся от камеры. Да, любимый персонаж, телеоператор. Он готовится к выбрасыванию. Напомню вам, что Денису Ларю помогают и Аким Карлсон из Швеции, и Энтони Сериколо. Также американец. Да, тренером. Так же, как и главный арбитр. Тренером не позавидуешь. И нашим, и канадским, конечно. Работа не из легких. Брасывание Тацук выигрывает. Сразу проброс в зону канадцев. Появился на льду Александр Овечкин. Три секунды ему оставалось. Легко канадцы вошли. Ну и легко шайбу потеряли. Ковалев продлил. Дацук протискивается, протискивается. Нельзя Алексею Ковалеву входить в зону. Там Павел Дацук. Еще плюс ко всему им мешали нашему 13 номеру выйти из зоны. Ковальчук. Нет. Сакик его оставил у борта. Ковалев. Нужна скорость. Скорость нужна. Немножко вялые начало. Бертуции. Два подряд броска канадцев. Набоков отбивает. Канадцы подбирают. Наши не борются за отскоки. Ну вот судья. Бертуции. Судья, да. Судья фиксирует. Я уже боюсь, знаете, делать предположения. Смотрю чаще... Приминами, да. Судья непредсказуем. Смотрю чаще на ту часть первого ряда, где откроется калитка. У канадцев или у наших. А был, кстати, момент, когда открылась сначала калитка канадцев, а удалили нашего. Ну там, видимо, и судьи тоже не всегда понимают решение арбитра на льду. Овечкин. Балмистер против него. Передача. Не удалось кончеру подхватить шайбу. Откатывается. Еще раз. Разворот. Но Овечкин. Вновь Овечкин набирает скорость. Вторая попытка. Но уже силы, силы. Пронгер против него. Не хватает. Виктор Козлов пришел. Козлов Пронгеру-то в мощи не уступит. Молодец. Молодец, Овечкин. Овечкин в падении добыл шайбу. Гоу! Гоу! Браво! Александр Овечкин! Я думаю, что это целиком его заслуга. Смотрите, что он сделал для того, чтобы была забита эта шайба. Сейчас будет повтор. Посмотрите, пожалуйста. Ну вот, прорвало. Прав был старик Гегель. Самый неистовый игрок нашей команды все-таки добился своего. Но вот здесь Виктор Козлов. Умница, умница. Как включился в борьбу. И здесь Овечкин постарался. Дальше Козлов с шайбой. Передача. Гол! Вот здесь уже никаких сомнений. Никаких. Да, но это ему за все. За все его старания. За все его преданность. В команде и вообще нашей стране, нашей Родине. Молодец. И вот на герб России показывает Александр Овечкин. Смотрите, завидуйте. Регер. Да, ну теперь надо ждать ответной реакции канадцев. Гончар прекрасно. Харитонов не попадает с поворотом. К сожалению, к сожалению, изумительный пас. Пас Гончара мог закончиться вторым голом. Но Харитонов промазал. Брадо останавливает шайбу. Еще раз. Нет, она еще в игре. Сейчас очень важный момент. Две-три минуты после забитого гола надо обязательно контролировать ход встречи. Судья. Судья усматривает нарушение. Не удалось нам. Не удалось, к сожалению, сохранить статус-кво в численном составе. За задержку отправляется Гончар. Гончар, да, Сергей Гончар. Мало было причин у Гончара сейчас удалиться, но тем не менее, вот смотрите. Вот, давайте посмотрим. Смотрите, Малкин ведет. Ни при чем совершенно там был Гончар, но он все-таки сумел. Сумел сделать что-то такое, что не понравилось. Ричардс. Очень тяжелый момент. Канадца остервенела. Не попадает по лотам Сакик. Хорошо там Жуков играл. Очень тяжелый момент. Очень. Сейчас может решиться все. Все. Свисток арбитра. Всем стоять. Пожалуй, сейчас тренер мог бы вмешаться в ход игры. Очень важный момент. Тайм-аут? Да, пожалуй, сейчас очень-очень-очень важно вмешательство тренера. Не удается выбросить и не выбросит так, если по борту просто. Выбросил, выбросил. Но это повторная попытка удалось. Наши не атакуют. Сзади остался один. Сзади за спиной. Канадец. Вот он идет по синей линии, ждет шайбу. Сакик вошел в зону. Пускает шайбу по борту. Там Блейк ее подхватывает. Держит руками нашего защитника и Павел Датсук. Хорошо. Молодец. Хорошо. Даниил Марков. Бросок. Немножко спешит Марков. Могли поконтролировать шайбу. Ничего, ничего. Здесь Ковалев еще чуть-чуть борьбу навязал. Сакик. Ричардс. Козлов подхватил. Вот сейчас должен держать. Держать пошло бы то ни стало. Держать отдает. Не удалось. Китли. Важнейший переломный момент, очевидно, в игре. И вновь Козлов. Вышла шайба. Вышла. Вышла. Вбрасывание. Раздался свисток арбитра. Алексей Яшин. И Венсан Ле Кавалье на точке вбрасывания. Бронгер. Макгейб. Смит. Хорошо. Хорошо. Это Вишневский выбросил шайбу. Короткими отрезками наши держат составы. Буквально 20-30 секунд. Ломается клюшка у канадца. Макгейб выбрасывает ее. Да, интересно, где будет бросивание. Чуть ли не в Юрзинова. Шайба вышла за пределы поля. И арбитр совершенно справедливо назначает бросование в средней зоне. Овечкин, Ковальчук в кадре. Пауза. Да. Что-то, видимо, произошло с Александром Королюком. Пошел он в раздевалку. Да, за ним идет врач команды Игорь Силин. И вновь шайба вылетает за борт. И вновь от канадцев до Бертуци. Любят его итальянские режиссеры показывать. Ну, еще бы с такой итальянской фамилией. Да, сейчас все решит вопрос физических кондиций и дисциплины. Марков Андрей. Передача на Ковальчука. Ковальчук в одно касание перевел шайбу в зону. Ковалев туда устремился. Адам Фут. Средний темп. Он на руку канадцем. На Торнтона. Но здесь выбивает шайбу. Отбрасывает ее на боков. И вновь поднята рука арбитра. Да что же это такое? Ковалев сейчас будет удален. Покидает ворота Брадо. За подножку. Бертуци. Сакик входит в зону. И Дацук. Ну почему не останавливается? Остановил, остановил. Мы просто в этом гвалте, в этом шуме и в этом скандировании не слышим. Да, здесь, здесь, как в вулкане. Да, капитан команды сейчас в тяжелом положении. Ну не знаю, по-моему, такая обыкновенная была силовая борьба. Да, да, но не успел убрать клюшку. Нет, не оправдываю. Точнее, не корю арбитра. Без палки Яшин. Ну и надо срочно, срочно за клюшкой и не смениться. Успел Малкин появился. Хитли. Козлов против него и Гончар. Ричардс. Хитли, Гончар. Молодец, Сергей. Грамотно. Женя Малкин достает шайбу. Держи, 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 держи. Бросок, молодец. А сейчас удаления не было. Малкин отвершали. Перед нарушением правил был. Антон Волченков. Хорошо, хорошо. Дальше Малкин. Молодец, и Малкин в нужном месте находится. Все время делает правильно. Маккейб с шайбой. Сакик просит замену. И Хитли поехал меняться. Маккейб между тем входит в зону. Набоков молодец. Останавливает контроль. Протеря. Излишне, излишне рискует Женя Набоков. Торнтон. Пронгер. Ричардс. Торнтон. Очень опасно. Опасно держит. И создаёт давление. Давление перед воротами. Два игрока. Канадцев. Дальний бросок. И вновь клюшка ломается. Подержи, подержи, подержи. Немножко надо подержать. Хорошо. Павел Дацук вошёл в зону. Пожалуй, всё, что мог сделать Дацук, это пробросить. Да, действительно. На большее не было сил. Ли Кавалье. Лейк остановил шайбу. Рэден. Знаете, Григорий, к сожалению. Хоккей такая игра, где случайность может решить всё. Если на пути этих случайностей не стоит Евгений Набоков. Сент-Луис. Раз за разом канадцы забрасывают шайбу к нам, хотя играют в большинстве. Падение. Ковалёв. Пятеро. Ковалёв входит. Попытка обыграть. Красиво, очень красиво сейчас Алексей обыгрывал соперника. Но не поддался на эту уловку. Уэйд Рэден. Нельзя, нельзя в своей зоне такое выдумывать. Ну ладно, хотя бы так. Ковалёв пробрасывает, меняется. Регер. Напряжённейшая ситуация. Ричардс. Встречает его Яшин. Шайба попадает в сетку. От клюшки Регера. Это Ричардс. Вот мы видим повтор Малкин. Вот нарушение против Малкина. Абсолютно, абсолютно. Там была и задержка, и подножка, и всё, что угодно. Яшин Исакик на точке вбрасывания. Выиграл капитан Канадцев это единоборство. Баумистер. Выцарапывать, выцарапывать. И из зоны раз. Сейчас выявили. Вот уже полдела сделали. Овечкин. Оставил ему хорошо шайбу. Яшин. Козлов. Не получился бросок в упор. Попытка... Тютин. Дальний. Какой мощный кистевой бросок у Тютина. Козлов. Козлов хорошо держит. И может вылезти там из угла. Мощный. Мощная фигура. При позиционной атаке очень хорошая. Гинла против него. Вновь Козлов. Забрасывает за ворота. Опять Овечкин. А кому Саша оставил? Там уже никого не было. Устал Виктор Козлов. Вышел Максим Сушинский на лёд. Хитли. Неудачно отбили. Но тем не менее подбирает. Передний пас. Вперёд. Пошёл. Пошёл Максим. Передача. Передача. Назад. 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 В своих бьют канадцы. Но от клюшки нашего игрока. Хороший был момент. Сколько раз в составе Московского Динамо вот эта комбинация проходила у Сушинского и Харитонова. Но здесь всё-таки повыше классом защитники. Торнтон выиграл вбрасывание. Регер. Да, здесь слишком большая концентрация мастеров, чтобы всё получалось. Бертуци. Дуан. Торнтон. Бертуци. Каспарайтис против Бертуци. Торнтон пришёл на помощь. Вот этого нельзя, чтобы давать канадцам вот это делать. Вот. Просто стоять у себя в зоне. Каспарайтис. Хорошо. Вышли. Через... В средней зоне шайба. Торнтон висит на защитнике, меняется. Регер. Да, устал, устал. Потерял кто-то перчатки. Александр Торетонов. Потерял перчатки здесь на льду. Кто-то ушёл без них. На лавочку. Целый ряд ошибок, целый ряд неточных передач. Но в конечном итоге виталия Вишневский выбросил шайбу. Борьба характеров идёт. Давно забытая шайбу. Шайбу несётся с трибун. Райан Смит. Блестяще действует Набоков. Набоков спасает нашу команду. Зевок в обороне, пожалуй, первый за последний отрезок. И сейчас повезло. Шайба в оба дворота ударилась. Перевод, перевод. Или сам входи. Никого там из защитников. Оба марковы на льду. Опасно. Опасный параллельный пас. Афиногенов. Кто там? Там Пронгер. Против него Таратухин. Наши пытаются меняться. Но не всё получается сейчас пока. Пронгер. Входят новые нападающие. Ковалёв. В одно касание Райан Смит отправляет в атаку Риконеша. Бьют Ковалёва. Ковалёв всё-таки выбрасывает. Перехватывает свои. И пошла атака. Пошла, пошла. Дацук. Дацук входит. Мягко пытался сделать передачу на своего капитана. Но там Дрейпер неуступчивый. Мощные, мощные канадцы. Набоков. Женя не совсем чётко играет. Хорошо против Дрейпера было сыграно Ковальчуком. Пришла шайба к Пронгеру. Наши сбросили активность средней зоны. Мало борьбы в средней зоне. Канадцы там активнее. Раз за разом овладевают шайбы. И вбрасывание сейчас будет в нашей зоне. Ибо проброс нет. Один арбитр поднял руку. Второй развёл их в стороны. Значит было касание. Джо Сакик. Штанга. Ну и штанга. Инициатива перешла к канадцам. Перешла, перешла. Согласен. Жались, жались. Перешли просто к обороне. Игинла. Это очень опасно. Фут. Молодец. Кто-то из наших ложится. Это Овечкин. Это Овечкин. Да, сейчас нужна пауза. Сейчас нужна пауза, пауза. Небольшой отдых. Небольшая коррекция. Коррекция тактики. Какая борьба. Здорово играет Козлов. Нарушение. Козлов всё-таки подбирает. Бросок. И не попадает по шайне Овечкин. Как не успел махнуть Овечкин клюшкой. Гончар. У Гончара. Так, за ворота. И в оборону. Там Регер. Сушинский. Хороший перехват. Малко. Малкин. Так. Вишневский. Низь. Малкину тяжело было дотянуться до этой шайбы. Там сразу два канадца были перед ним. Но вот здесь. Здесь он вновь. Очередная попытка. Бросок. И снова Бродо. Бродо вынужден остановить игру. Малкин. Просто пять с плюсом этот отрезок. Заслужил оценку такую. Не меньше. Ну и посмотрите, конечно, вот этот план, когда Набоков... Да нет, не было штанги. Шайба прошла рядом. Где-то 20 сантиметров справа. Торнтон. Каспарайтис. Умница. Мягко оставил шайбу Овечкину. Держи, Саша. Держи шайбу. Ах, какой тяжелый бросок был. На неприятнейшей высоте отражает сейчас Мартин Бродо. Торнтон. Катание, катание, катание. Прежде всего катание сейчас должно быть. Смит потерял шайбу. Последние силы надо отдать. Бродо отражает. Попытка допить. Еще раз бросок. Афина Геннам. Еще раз бросок. Ну, защитники. Еще раз. Мимо. Попадает шайба в сетку. Да, судья выносит. Брасывание в среднюю зону. Бродо дышит тяжело. Досталось. Досталось. Вот мы видим. Тот очевидно. Уэйм Грецкий. Вот он нагнулся. Смотрите. А это наши. Ну и Павел Буре. Все наши. Рядом с Леонидом Тягачевым. Ле Кавалье. Передача на Сент-Луиса. А здесь Илья Ковальчук. Выбросили. На каждого Ле Кавалье у нас есть свой Ковальчук. Вот он с шайбой. А еще и Ковалев. Не совсем получается. Но сил достаточны у Ли. Все-таки он раз за разом накатывает на ворота. Ковалев. Маумистер пытается его прижать к борту. Наша команда стоит на лавочке. Вся стоит. Ковалев. Молодец. Молодец, Алексей. Нельзя. Нельзя давать им продыху. Ни на минуточку. Ни на секундочку. Так. Нужен быстрый подбор. И выход пасом. Хорошо. Вышли. Здесь Виктор Козлов. Козлов дальше. Одним игроком вперед. Да, Яшин правильно все делает. Сбивает. Сбивает атаку к борту. Перехватывает шайбу. Яшин влево. Овечкин. Раз за разом. Молодец. Какой молодец. Козлов. Молодец. Развернулся в обратную сторону, Виктор. Еще один вираж. Дрейпер как собачка следом за ним. Шайба проходит мимо ворот. К нему очень сложно подстроиться. Я имею ввиду Козлова. Когда вот такая атака идет в зоне. Канадцы ничего с ним не могут делать. Судья останавливает. Овечкин прижимал шайбу. Судья останавливает игру. И считая это умышленным. Выводит шайбу на брасывание в среднюю зону. Я бы с удовольствием скандировал сейчас вместе с болельщиками. Нет, не с этими. Вот с теми, которые повыше. Ну что же. Тема хорош, спорт. Рэден. Тема хорош, спорт. Борьба. Борьба. Красивая борьба. Сакик. Вот здесь нельзя проигрывать. Нельзя, нельзя. Шайбу из зоны. Жона любыми способами. Любыми способами из зоны. Шинский. Выше ворот. Не видел. Набоков прошла она. Вот Харитонов выскальзывает в среднюю зону. Может уйти. Может уйти. Попытка пройти. Хорошо. Держит. Держит. Только точный пас. Помочь. 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 Малкин. Ах, не дошла от шайбы до Харитонов. Все отрабатывают назад. Торнтон похватил ее в своей зоне. Правильно делает Харитонов, что уже в чужой зоне встречает соперников. Удаление, удаление, удаление. К сожалению, к сожалению. Правда здесь хамят и канадцы за спиной главного судьи. Но это уже было потом. Чтобы показывать. Да, они есть, но их нет. Даниил Марков за подложку. Ну вот, смотрите. Да. Оставил клюшку в неположенном месте. Ну, Григорий, что можно сказать? Кульминации матча. 16.52 на табло. 3 минуты 8 секунд. Ричардс проигрывает вбрасывание. Здорово. Бронгер. У нас защищаются Козлов-Дацук, Вишневский и Андрей Марков. Молодец, Виталий. Что, что, где шайба? Где? Виталий Вишневский тут ведет борьбу не на жизнь, а на смерть. Проталкивает, да. Проталкивает в угол. Виталий бьет. Опять на защитника. Любой бросок опасен. Любой. Любой. Нет, 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 нет. Шайба у Мабокова. Нет. Нет. Не считать. Не считать. Шайба не перешла. Шайба не перешла линию ворот. Нет, она перешла, но был свисток уже. Ну, в положенное время. Да. Она не перешла линию ворот. Он накрыл ее ловушкой и протолкнули вместе с ловушкой. За это тоже, кстати, надо удалять. Выбрасывание в нашей зоне, но я думаю, что наши тренеры сейчас, наши тренеры. Последние минуты матча. Нужна пауза. Ну, вот смотрите момент. Вот он в чужой зоне и проталкивает клюшкой, колючие движения делает. Ну, арбитр как раз был на высоте в этой ситуации. Он буквально сверху вниз смотрел на действия обеих. Это счищающиеся и атакующие. Игинла. Хитли. Блейк. Хитли. Ричардс. Броски в шайбу вышли. Вышла шайба. Вышла. Атаковать его. Атакуй, Виктор. Атакуй. Молодец. И поехал меняться Алексей Яшин. Женя Малкин появляется на площадке. Он ей и овладевает шайбой. Молодец, молодец. Все, вы знаете, светлая голова владеет собой в такой острейшей, тяжелейшей ситуации. Каспаратис появляется. Каспаратис, Гончар и Сушинский. Встретить надо Хитли. Просок шайб уходит вверх. Гончар. Попытка пробросить за ворота. Успеет Сушинский. Нет, там Блейк. Но затруднил Максим. Максимально Максим затруднил ему прием. Здесь бежит Гончар. Не успевает. Все бегут, бегут. Попытка успеть, успеть не дать сделать бросок. Сушинский останавливает. Зацепиться. Только не за конек. Так, последние секунды удаления. Последние добивания. Еще добивания. Так, все на себя. Отбить. Нет, 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 нет. Нет. Арбитр останавливает игру. Арбитр останавливает игру. Все, спас положение. Спас положение Набоков. Малкин. Ну, до драки не доходит сейчас здесь. Да нет, Лекова не получил свое. До драки дела не доходит. Получил свое от Жени Малкина. Последние секунды, последние минуты сейчас пойдет третьего периода. Вот это момент. Вдохновенная, просто вдохновенная игра Жени Набокова. Посмотрите, что творит. Клюшкой фантастика, фантастика. Нет слов. Последние секунды, последние секунды, тяжелейшие игры. Минута 0-1. Минута 0-1. Так, Арбитр объявляет свое решение. Каспаратис. Здесь место для удаленных. Что будет окончательным решением? Показывает на иконацию. Иконацию показывает на... Ну, судя по всему... Еще раз совещаются. Ле Кавалье и Малкин. Или нет? Или только один? Если это удаление обоюдное... Обоюдное, обоюдное. Женя Малкин тоже выехал на лед и отправляется... Две минуты канадец. А Малкин что? Пять. Я не вижу, к сожалению, сейчас, Григорий. Что там? Две и пять, да. Ну, и за что вот здесь пять? Ну, обычная совершенно борьба. Перевод в партер. Дальше что? Каспаратис. Малкин под канадцем. Что, наши втроем? Да нет. Почему открытая дверь? Ну, кто-то за Малкина должен отсидеть. Он до конца матча удален просто. Минута остается. Да, что придумает судья? Да! Нет, нет. Да, 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 да. Ну, у Ле Кавалье две минуты. Четыре на четыре. Четыре на четыре. Четыре на четыре. Последняя минута. Сейчас пойдет последняя минута. Но почему Овечкин? Появляется Илья Ковальчук. Нет, Овечкин занял место на скамейке штрафников. Грецкий встал. Уходит Ковальчук. Непонятная ситуация. Судья, очевидно, не объяснил внятно свое решение. Затаив дыхание, все, смотрите, смотрят. За окончанием этого драматичного, драматичного момента. Канадцы сняли вратаря. Поэтому у канадцев пятеро. Пустые ворота. Четыре на пять. Без вратаря. Канадцы. Датсук Исакик на точке вбрасывания. Очень многое зависит от того, кто сейчас выиграет вбрасывание. Где шайба? Шайба у Маркова. Так, бьют. Подержи, чуть-чуть выбросить. Ай-яй-яй. Хорошо. Почему проброс, когда канадцы в пять? Непонятно. Ну да, сняли вратаря. Да. Опять судья пытается что-то... Объяснить судья-информатору. Вбрасывание решает все сейчас. И вновь Сакик и Датсук на точке. Показывает Джо Сакик что-то... Робу Блейку. Тот, соответственным образом, лайнсмену. Какая-то щепочка там. Выбросили. Вышли. Выход. Выход из зоны. Блейк. Блейк и Пронгер. Одним вперед. Надо одним вперед гонять. Гонять. Гонять не дать. Вот. Вот. Удаление. Удаление. Все правильно. Молодец Алексей Ковалев. За все свои неточные передачи. За, может быть, в какой-то степени неуверенную игру реабилитировался. Кромадный опыт позволил ему. Последний решающий момент все-таки Ковалев сделал свое дело. Смотрите, в какой тяжелейшей ситуации он добился удаления. Вчера спас игру с американцами, отправив в нокаут сборную США. И сейчас блестяще действовал. Подкараулил канадца. Наши стоят. Стоит Павел Буре, Виктор Хоточкин, зампредседателя Олимпийского комитета. Да, по-моему, все наши болельщики стоят сейчас вообще. Трепоны встали. Трепоны встали. Стоят все. Судья. Смотреть надо. Стоят все. Стоят две команды. Стоят два. Говорю. Бросок. Олимпиада без канадцев. Олимпиада без американцев. Это сделанное уже решение. Сирены нет. Но 23 секунды. За это время мы никогда не пропустим две шайбы. Пусть кто-то сейчас меня ругает и говорит, что я спешу, что я могу сглазить. Ничего подобного. Мы не упустим победы. Наша команда проявила, конечно, огромную выдержку. Огромную выдержку. Алексей Ковалев. Алексей Ковалев. Он начал. Вот лучший наш игрок. Смотрите, что делает. Александр Овечкин. Лучший игрок, Саша. Вы знаете, в 1799 году Александр Суворов освобождал Турин. Так вот, я закончу. Александр Суворов освобождал Турин. Сегодня другой Александр Овечкин начал освобождать канадцев от участия. Освобождает Олимпиаду от канадцев. Вместе с Алексеем Ковалевым и со сборной России. Вся наша команда кидается. Смотрите, 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 что они сделали. Смотрите. Что сделала наша команда? Григорий, я поздравляю, поздравляю вас, поздравляю всех. Это вот то, что сейчас испытываем мы все. Давай. Все, дорогие друзья, наконец, наконец закончился матч. Полный драматизма, полной ожесточенной борьбы, полной скрытой 50-летней подоплеки встреч советских, российских хоккеистов. Хоккеистов и канадцев. Хоть и находится картина Дампетсу. На лёд летят, на лёд летят десятки чебурашек в награду нашим ребятам. Но в 56-м году, 50 лет назад, именно в итальянских Альпах начиналась звёздная олимпийская карьера красной машины. И вот сегодня новое поколение этой красной машины вновь вышибает из седла канадцев. Как это здорово, как это красиво. Петь хочется, честное слово. Григорий, я хочу сказать, что многие сомневались, появится ли у нас на этой олимпиаде команда. Настоящая, настоящая команда, настоящий коллектив. Смотрите, прощаются со зрителями, со своими зрителями, с тысячами людей. Нет, не прощаются, говорят до свидания. Ну, до следующей игры. До скорого свидания. До скорого свидания. У нас есть команда, и она способна сделать следующий шаг в этом турнире, в этих олимпийских...